Ас-саляму алейкум ва рахматуллах. На этом занятии мы начнем изучать правописание букв арабского алфавита. Написание букв немного изменяется в зависимости от того, где находится эта буква. В начале, в середине или в конце слова. Чтобы научиться читать по-арабски, нужно изучить формы написания каждой буквы, а также то, как эти буквы соединяются между собой в слова. Этот раздел совсем несложный, несмотря на то, что поначалу может показаться обратное. Но зато по окончании изучения этой темы вы уже по воле Аллаха сможете читать и писать первые арабские слова и даже предложения. Будьте же решительны в своем намерении и продолжайте уверенно идти вперед. Итак, мы перейдем к первой букве, это буква элиф. Вспомним, как она пишется. Как мы уже говорили, она представляет собой палочку. А теперь я покажу вам, как выглядит буква элиф в начале слова. Посмотрите, она пишется так же, без каких-либо изменений. Я приведу пример. Напишу какое-либо слово, где буква элиф будет первое в слове. Давайте напишем слово ЭХЭДЭ. Обратите внимание, что в арабском языке мы пишем справа налево. Итак, вот она, элиф, в начале слова. Важный момент, на который я обращаю ваше внимание, заключается в том, что буква элиф никогда не соединяется в написании со следующей за ней буквой. Теперь перейдем к написанию буквы элиф в середине и в конце слова. Посмотрите, как она выглядит. Я приведу примеры. Сэээля. В этом слове элиф находится в середине слова. Обратите внимание на ее написание. Она соединяется с предшествующей ей буквой, но пишется отдельно от следующей буквы. Сээля. Напишем другое слово. Нэше ээ. В этом слове элиф – последняя буква. Теперь предлагаю сделать вместе небольшое упражнение. Попробуйте найти букву элиф в следующих словах. Посмотрим на первое слово. Здесь все очень просто. Вот она, элиф, первое в слове. Перейдем ко второму слову. Правильно. Мы видим букву элиф в середине слова. И последнее слово. И снова верно, вы узнали букву элиф. Она последняя в слове. Вы замечательно справились с заданием. На следующих уроках мы изучим написание остальных букв алфавита. И уже совсем скоро вы прочитаете ваши первые слова на арабском языке.